27 октября 2006 года, 18 часов 24 минуты по торонтовскому времени и в эфире 54 подкаст от канадского лося и компании Блядь, ой, ага, ну а у нас не матершинный подкаст, просто при записи иногда вырываются неприятные вещи Так бывает Да, и технически мы их просто не можем вырезать Будешь кому-то еще рассказывать тоже Не можем мы их вырезать Ну давай предоставим немножко предысторий Какой предысторий? Ну перед этим подкастом, что у нас тут происходит Мы пили Мы? Мы еще не пили Мы, ну как, у нас тут тест был по одному классу По самому сложному классу Вот, и тест это вообще-то было соревнование По программированию Придурков Вот, и короче, ну да, там создалось такое впечатление, что там куча придурков И мы среди них были Или одни из них Да Которые зачем-то взяли этот класс Я до сих пор себя спрашиваю, зачем, зачем, кто меня заставлял Потому что тебе кто-то ляпнул, что это самый легкий класс на свете Нет, мне, кстати, не сказали, что это легкий класс Мне сказали, что это веселый класс А, ну вот так под веселым они подразумевали, что у тебя будут очень часто в попу Ой Прямо в классе, да? Нет, в классе нормально, а вот после класса Да, после класса вот эти все задания и так далее Ну вот, мы, короче, очень устали Мы все такие расстроены немножко Ну, да, ну вот, давай лучше перейдем в что-нибудь там по порядку Ну, все-таки решили взять немножко винца и что-нибудь записать Да, без винца не идет, да, еще скажи Не, не то, что без винца не идет Я и так хотел сегодня вечером винца выпить в конец недели, все-таки, как-никак полагается Напиваться опять? Нет, я уже давно не пил Так что... Не, напиваться не будем Вино толком... Не, ну, вино можно напиться Запросто Ну, если пару стаканчиков, то ничего не будет Ну, кто же на пару стаканчиков становится? У нас две бутылки У нас вообще три Ну, я думаю, ты одну там пытаешься сохранить Что значит пытаешься? Попробуй только трону Вот, да Это я оставляю для специального случая Это на утро, что ли? Это на специальный случай Вот, нет, но мой теплоход сегодня уходит запой Вот, так что... Вот А, ладно, давай вернемся К шо, ну? Да, к комментариям сперва по доброй традиции Ну, хорошо Так, ну, значит, Дмитрий Кто же пьет валерьянку как чай? Ну, как, я пью Это специальный чай валерьянистый То есть вот пакетик с чаем И он пахнет валерьянкой Я не знаю, сколько там валерьянки содержится Но я вчера... Я вообще вчера вечером по поводу валерьянки Я ложку валерьянки Я так разнерчился Вообще нерчить не надо было Надо было просто подготовиться морально Ну, я тебе горел вазелину вазелину Вазелину, да Вот И... Ну и все Так, у вас там прямо университет-халява Ну, в общем, да Да По сути дела халява, но... Но при этом учиться надо Да, при этом надо учиться И надо учиться правильно То бишь надо подстраиваться под профов Надо подстраиваться под их не это самое Кстати, подстраиваться под профов Ты знаешь, что я вечером пошел и сходил к этому нашему профессору Который сегодня нас очень... Мучил Мучил, да Я у него так и спросил Извините, а я хочу у вас задать такой персональный вопрос Вот К вам никогда девушки не пристраивались? Знаешь, кстати, здесь очень много ходит слухов, что девушки приходят там, занимаются непристойными вещами с профессорами За что получают хорошие оценки? За что получают хорошие оценки? Ну, в общем, это не секрет И я вот у него так это... В наглую спросил Ну, не в наглую, я так мягко подходя Вот он же женился все недавно На ком? А, я не знаю На студентке? Да нет, он там на одной из своих Ага Я надеюсь, не на одном из своих Вот, да Так что... Да нет, в Канаде это все нормально И он мне сказал, что значит, он не дает возможности Он меня даже шокировал чем-то Ну, в общем, там видно, что он не дает возможности Вот, ну, да, он какой-то такой Не, ну... Он все время шутки откалывает не вовремя Короче, он неудачник Ну, как, он профессор, сдал все там... Не, ну, я имею в виду в смысле девушек Не, ну, женился Да, ну... Ну, хотя, ладно, не важно Ну, хотя, да, там, когда приезжаешь, там... Показываешь, этот, канадский паспорт Говоришь, вот эту хочу И все, и она идет с тобой Ну, 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 не надо таких... Ну, вот и что Вот я с Верой тут разговаривал Она мне тоже раскрывает глаза на многое Ну, я не буду рассказывать в прямом эфире Вот, но раскрыла глаза, так что... Мужчины выбирают женщин Женщины не выбирают мужчин Вот так Понял? Нет, нет Мужчины предлагают женщинам А женщины уже выбирают Ну, это в Канаде А во всем остальном мире это... Мы не знаем Да, мы прикинемся, что мы не знаем И даже не догадываемся Так, что там... Теперь... Чего? Понятно, почему Microsoft И все американские IT-фермы так разбогатели Вот это я не понимаю Ну, ладно Абсолютно не врубаюсь На халяве, что ли, они разбогатели Я в последнее время меняю свое мнение американцев Я считаю, что они умные люди Не, ну деньги они умеют делать Ну, чтобы делать деньги, надо быть умным А ты знаешь, есть такая пословица Если ты такой умный, что ты такой бедный? Ну, ладно, сейчас... Это пропорционально Ну, пропорционально, пропорционально Ты можешь быть умным в девушках, ты можешь быть умным в науке А ты можешь быть умным... А они во всем умные Вот им не нравятся американки, да? Они раз с России бабу Раз там с Китая, с Японии Откуда хотят Видишь, они умные Не, ну деньги в общем-то в девушках помогают Как в принципе и в науке Можно всегда за границу купить ученого Точно За свои права надо бороться Кстати, поздравляю с Годом в эфире Большое спасибо за права, мы боремся Мы там... Если у нас... Последние две недели я вообще мертвый Поэтому там... Мне бы только до постели вечером добраться Какие там права бороться? У меня крыша в апартменте течет За какие там права мне бороться? У меня холодная ванна, течет крыша Я не знаю, кот сожрал растения Какие там права? Сейчас не до них, если честно Так... Дальше... Реально на сайте у вас что-то поглючивает Когда пытаешься оставить комментарий А пишет это ау Комментарий пару раз попробовал Больше не пытался Ну здрасте, батя Вот люди пробуют Нет, чтобы взять и Ваську скинуть Или на почту На моем сайте, кстати, обе информации приведены Я бы там посмотрел, что не так А то... Никто не пишет, я ничего и не знаю, собственно говоря Я же там сам себе комментарий вроде как не должен оставлять Пишет вам Василий Пупкин из Бобруйска, да? Мне очень нравится ваш подкаст Ахахаха Так... С девчонкой... Чего там девчонки? Клерки надо не ожидать Набор примеров У меня траля-ля Да, я, кстати, этот комментарий читал Ну Я не знаю, здесь это, в принципе Это в России, я думаю Все так, знаешь, когда начинаешь там снимать Что-то, приходить, спрашивать и все остальное Знаешь, нос свой совать Но здесь как-то так меньше Им как-то так пофиг, мне кажется Они знают, что у них все в порядке И, в общем, не подкопаешься Если что, там всегда будет начальство С начальством разбираться, а там они уж договорятся По бабкам Да Ну что, ты мне нальешь второй стакан? Уже? Ну, а что ждать? Ладно, читай давай дальше Дальше Ли Фун Гад Надеюсь, правильно прочитал его имя Поздравляю с днем Так сказать, вещание Насчет обложки уже давно пора Да, пора И я, если честно, не знаю Если кто-нибудь мне эту обложку может сделать Потому что руки у меня сейчас вообще ни до чего не доходят Насчет денег Скажу так Есть несколько способов Чуваки, вам уже надо Так сказать Сделать свой класс Или кружок по обучению этих ребят Или тех самых профессионалов Обучения Профессоров, извиняюсь Я не знаю про обучение чему Вот и денег Наживете на лицензионную macOS Начнете собирать лэптопы Тра-ля-ля-ля-ля-ля Ну да Ну и конечно же Работать рыбаком в Варкрафте Кстати, насчет Варкрафта Я уже думал Я помню, что мы для Дуфу писали этот бот Мы его так писали, что не дописали Не, ну не дописали Но я картинки, в принципе, находил На экране Я думаю, если я использую Тот же код, но только подстроил в Варкрафт То, в принципе, можно будет автоматического рыбака сделать И рыбачить А там, если на высоком уровне То ты можешь и всякие вещицы ловить Которые можно на аукционе продавать Ну да Ну как сказать Примитивно можно и скрип, по идее, написать Который будет там просто на кнопки нажимать А если... Да, но это... Вот именно Фокус в том, что когда ты рыбачишь Ты просто-напросто Можешь найти те вещи Которые тебе обычно Для нахождения которых Тебе, в принципе, надо это самое, рубить Не, я тебе говорю не про это Я тебе говорю про то, что Смотря какую программу писать Это вообще такие компьютерные подробности Но Если ты можешь обойтись обычным скриптом Нажимание на клавиатуру и мышку То лучше обходиться этим Да, но тебе надо там это самое Определять, где имя Хотя, слушайте, чуваки Кстати Если у кого есть какой-то скриптик Или еще что-то в этом духе То вы скидывайте, скидывайте Мне интересно было бы узнать Для Варкрафта Да А насчет денег в Варкрафте Там не сильно большие деньги Если самому рубить Но даже на 60-м уровне Там ты будешь тратить больше своего времени Тут гораздо больше денег заработаешь В Макдональдс Если написать какой-то скрипт Чтобы сам компьютер играл Пока тебя дома нету То это да Это уже не твое время тратиться Это у тебя просто машина работает И ты зарабатываешь CPU time это называется Так еще можно было бы там пару баксов заработать Но опять же Тебе надо просто найти какую-нибудь штуковину Где можно зарабатывать деньги В Варкрафте Путем нажимания просто на клавиатуре А кстати Ты знаешь что Мы нераспознанные герои Помнишь Давным-давно Когда я еще Играл в онлайн-вую игру Доуфу Я написал скрипт Для Макинтоша На следующий день По-моему ты написал На винде Чтобы там автоматизировать Кучу вещей И ты знаешь Что после этого Я заметил До этого я никогда не замечал А после этого Я заметил Что там были еще другие скрипты А еще плюс После того как мы это все Написали Там я не помню Месяц спустя Я в интернете По-моему ты нашел А да Там уже кто-то опубликовал скрипт И самое банальное Что они даже его В общем-то Не так хорошо сделали Они просто небольшую программу сделали Чтобы записывать движение Они убили несколько кэш проблем Но с другой стороны По-моему проще было Ну в принципе это я там У меня скрипт работал проще У меня просто вводилась Амонт того Что надо сделать В интеджере То есть в обычных цифрах Чувак А у меня А у меня герой ходил Косил И в банк все складывал У меня терпения уже не хватило Чтобы косить Ты знаешь Я уже Я уже надоел играть К тому моменту Проблема Проблема в том Что софт был недоделан Всего одна Просто не хватает Времени Чтобы играть Слушай У меня звонил телефон И мне его надо поднять Вдруг там какая-нибудь девушка Тебе девушка Уль момент Кто-то позвонил И не захотел Чтобы мой определитель номера Показал кто звонит А я решил на нем Трубочку повесить Чтобы знал Что мне больше не звонило Ну а то в принципе Может там реклама какая не была Пошли нафиг Кстати сказать Я не знаю Мы рассказывали Про то Как здесь В Канаде Очень хорошо Телемаркетинга разве это Да Да Вот просто Это по-моему везде уже Звонят Предлагают Ну да Купи слона А зачем Ну а ты купи Потом узнаешь Ну ладно Дай свою кредитку Да Свою информацию Пенсионный фонд Сколько ты налогов заплатил Да Что самое интересное Какую длину у тебя Что самое интересное Если ты по телефону Скажешь свое Своё имя Фамилию Там адрес То в принципе И скажешь Что да Я согласен То они имеют право Тебя подписать Практически на что угодно Вот Позвонят Скажут Давайте мы На десяток порно сайтов Ага Сервис Рога и копыта Этот Предлагаем Скажи да Ты сказал да Тебя подписали на Рога и копыта И Ещё кучи других И это самое Прислали тебе Билл на тысячу Баксов И ты в принципе Этот Как бы Обязан за него платить Ты конечно можешь С ним посудиться Но Я просто сказал Что кредитку Украли И всё Вот Выкрали В принципе Они имеют право Это сделать Так что Здесь Это вообще Страшное дело Иногда Творец А вот Здесь Последний Комментарий Который Был Написан Аум Он Меня Поверг В шок Значит Хлопщи А Хлопцы Хлопцы Я без очков Сижу Не спать Косячок Пивко И писать Подкаст О подвигах На поле Сетевого Маркетинга Ну Я вот Понимаю Откуда Взялось Пивко И понимаю Откуда Взялось Да Не спать А вот Откуда Взялось Косячок Я не пойму Мы Траву Не курим Да Надо повторить Мы Траву Не курим Скажите Нет Траве Скажите Нет Траве Да Да нет Трава Сильно Тормозит И Вообще Соображать Реально Как мне Вчера Один чувак Вывел На пальцах Что Трава Это Абсолютно Не Социальный Наркотик То есть Когда ты Накуришься Ты не хочешь Быть социальным Человеком Да А когда Напьешься Ты наоборот Такой социальный Ставишь Со всеми Разговаривать Приставать А Ну вот Поэтому Мы и венцов Хочем Да Вот Так Ну че Вроде бы У нас Комментарии Закончились А Шоуноцы У меня А Последний комментарий Мой А Понятно Да Неважно Вот Так что Денег мы достаточно Не заработаем Чтобы этот секретарш Отмазаться Если только не ограбим Банк Посмотрим про Шоуноцы Недели дебильных Экзаменов Потом поговорим Пока у меня настроение Еще хорошее Вот Ой Вторая строка Тоже потом поговорим А вот Макоэс Десятая версия Я когда-то делал Небольшое Такое Ревью На все это Дело Я тогда Сказал Что Мол 10.4 Ну что Мол Они Спейс Вот это Чтобы Знаешь Там Окна были Разные Передвигаться Они Наверное Включали Еще с первой Версии Якобы Просто Они их Не активизировали Чтобы Знаешь Продать Новый Продукт И Я Типа Пытался Сделать Такую идею Продвинуть Что Apple На самом деле Как бы Это уже давно Реализовала Просто Вот Мол Они Еще Да Не Представил Не Не Включили Еще А на самом деле Позор Большой Позор В том Что На самом деле Apple Действительно Не Реализовала Эту функцию То есть В любых Unix Извиняюсь Linux С KDE Или С каким-то Кривым Интерфейсом Который Вы Найдете Или Гном Уже Давно Стоит Многооконность Между окошками Можно прыгать Уже Давно Стоит А Apple Реализует Только В 10.5 Версии И Я Сам Сделал Полный Ресерч Что я Сделал Я Почитал На Интернете Естественно Ни Хрена Не Нашел Потому Что Если Б Это Можно Было Активизировать Эту функцию Там Было Кто Активизировал А Никто Не Активизировал А потом Нашел Что На самом Деле В Самой Фреймворк МакОэс Это Просто Было Не Сделано То В 10.5 Находится Переписанный Фреймворк То Естественно Они Его Просто Не Вложили Позор Вот Так Опять Звонят На Этот Раз Уже По Делам Одну Минуточку Что То Сегодня Звонят Все Как Шальные Непонятно С чего Все Что То Хотят Что Делаешь Пью А Что Будешь Дальше Пить А Дальше Спать Да Что Тут Непонятно Вот Скажи Люди Что Не Догоняют Сегодня Какой Тормознутый День Пару Дней Назад Тоже Из Новостей У Меня Рухнула Рухнула Винда На Сервере Рухнула Капитально Так Что Я Два Дня Подряд Чинил Сервер Поставил Unix Linux Точнее Извиняюсь И он Мне Жутко Понравился ТЧК Короче История Была Такая Я Ему Давно Сказал Говорю Ставь Linux Настрой По Человечески И Делай Еще В самом Начале Когда Ты Только Только Задумывал Сервер Ставить Ну Вот Я Говорю Короче Ставь Linux Настроишь Один раз Да Конечно Ты там Помучишься Несколько Дней Поставишь Все нормально Да нет Нет Не хочу Мучиться В Windows Типа Там Все Просто Там Трррррррр Это Все Просто Тррррррр Это Все Просто Вот И потом У него Наконец Этот Windows Рухнул Капитально Он Так Подумал Подумал Надо Поставить Linux Поставил Linux Подумал Ооо Мазовая Система Да Вот Не Ну Конечно А ты Рискни Настроить Linux Под Серверные Нужды человечества. Здрасте, дядя, мы Юникс на шо берём? А зачем мы Юникс эти берём? Вот зачем ты Юникс берёшь класс такой в университете? Ну как зачем? Потому что его надо, чтобы программу закончить. Ну вот видишь, что ты меня так втираешь? Зачем мы Юникс берём? Ну вот, ну мы же Юникс мы Юникс берём, значит мы должны разбираться, как с Линаксом возиться. А потом он ещё, раньше говорил значит этот самый, о, там всё из подкомандной строки надо, всё из подкомандной строки надо. Сам включил, так посмотрел на этот графический интерфейс, типа смотрит типа там, о, классно, классно, блин, как же здесь какую-то кнопку надо тыкать, какую кнопку? Да ёлки зелёные, открывает этот, командную строку, прописывает там всё за 2 секунды, о, смотри, заработало. Блин, ну неужто? Раньше насчёт этого дела ещё что-то мне там втирал, мозги парил. Не знаю. Что это всё фигня. Мне хрёпочки нравятся. Лучше, согласись. Ты знаешь, в Windows кнопки красивее, в Linux они квадратные. Некрасиво нажимать получается. Слушай, я думал, тебе наоборот на квадратное тянет. Нет, я думаю в квадратном пространстве. Ну так это легче должно быть? Да, кнопку быстрее находишь, да? Жень, ты меня не переспоришь. Так что оставь это дело. Вот. Так, ну что, я не знаю. Тебе ещё про экзамены хочется говорить? Про экзамены? Мне совершенно не хочется про дебильные экзамены говорить. Господа, если кому-то хочется порешать обалденно сложные программки по программированию, мы вас приглашаем. Пожалуйста, связывайтесь со мной по ICQ, почте, я не знаю. Хоть больше ничего и нету. Вот. И я вам предоставлю книжку. Даже могу на русском языке с теми же вопросами. Да. Всё то же самое. И вы будете вместе с нами решать эти задачи. Да, а ответы можно нам присылать тоже. Желательно поскорее, потому что у нас классы и у нас это типа как домашнее задание их всех перерешать. Да. Что самое поганное, я посчитал, я трачу на этот класс больше времени, чем на три остальные вместе сложенные. В принципе, у меня то же самое. Потому что все остальные классы, которые я беру, ну я Java, Unix беру, там ещё какой-то логика программирования или какие-нибудь, я не знаю, как по-русски это обозвать, я на самом деле не знаю, как официально этот курс называется. Вот. Ну там вообще просто логика программирования. Вот на все эти три класса я трачу, я не знаю, ну 8 часов в неделю максимум. А все остальные часы, которые он не спит, он тратит на вот этот вот один весёлый класс. Да, но иногда ещё и Warcraft. Иногда. У тебя в Warcraft это регулярный рацион. Чуть-чуть регулярный рацион. В лучшем случае раз в два дня присяду там на часок-другой и всё. Я вообще последние две недели играю очень-очень мало, и поэтому... И поэтому у меня стресс. Да. Слушай, я решил поиздеваться. Я такого ещё никогда в подкастах своих не делал. Я думаю, это, по-моему, стоит сделать. Что? Мы обсудим очень личные проблемы. Какие личные проблемы? Личные проблемы. Ты же понимаешь, к чему я клоню. Не, я совсем не понимаю, я совсем не догоняю, о чём ты говоришь. Сейчас я тебе покажу. В общем, я не знаю, кто-либо, если заходил на мой веб-сайт когда-либо, я начал не так давно вести колонку, называется «Моя жизнь». В общем, я её не использую под блог, на самом деле. То есть, я не пишу там «Вот сегодня у меня там случилась жопа», или «Сегодня я выиграл лотерею». Нет, не пишу такого. Я пишу туда всякие раздумия, которые, в общем, ну, что приходит в голову, о чём я иногда думаю. Ну так, это для развлечения, знаешь, у меня такая развлекавка. Вот. И я, поскольку мы будем сейчас все страдать, переваривая всё, что я написал, я предлагаю тебе, по крайней мере, обсудить и озвучить тему, которую я изложил в своём блоге. Ты как на это смотришь? Я смотрю тот текст очень много, поэтому желательно, чтобы ты его прочитал сам и очень быстро. Почему я? Потому что ты его уже знаешь. Давай читать. Ну, хорошо. Значит, статья или колонка или название называется «Ложка варенья и спать». А, «Валерьянки», извиняюсь. Так, как я уже говорил, траля-ля, первую я пропускаю, так как там разлагаю. Опять пропускаю вторую колонку то же самое. Вот. На этой неделе я думал много о том, о так называемой силе власти как бы это точнее выразить. Но вот, допустим, что у меня есть много денег, мои возможности в жизни резко возрастают, так как у меня есть сила, чтобы покупать, вкладывать, покупать и так далее. Подкупать. Подкупать и так далее, да. А дальше. Так вот, моя сила в отношении денег день за днем уменьшается, так как в нашем мире есть такое понятие инфляции. Так что же делать? Если я хочу сохранить эту силу в лице денег, то мне надо что-то покупать, продавать, вкладывать и так далее. То есть, зарабатывать больше денег. Ну вот, дилемма. Стоит ли умножать капитал или стоит пожить в свое удовольствие. Дальше. Вот вопрос. Этот вопрос неоднозначен и зависит от человека. Но вопрос состоит не так. Вопрос. В какую сторону я должен использовать власть или силу? И может вообще не стоит иметь такую власть или опять же силу? так что извиняюсь, тут надо кое-что пояснить. Власть или сила может проявляться не только в деньгах. Возможно вы политик и вы можете что-то изменить. Или вы певец и можете к чему-то призывать. Или вы гематизер и можете заставить людей делать что-то. Или вы шаман и так далее и так далее. То есть профессии моря. Сила может проявляться во многих вещах однозначности тут нет. Дальше я заканчиваю статью. Оставляю додумываю все остальное и пишу постскрипту. Понятие силы я вложил небольшую теорию. Силу можно представить в виде бизнес-модели спрос и предложение. Не секрет, что все хотели бы иметь силу или власть. И это является спросом. Теперь кто-то один является поставщиком власти. У него есть возможность одарить кого-то этой властью. Поскольку спрос большой, то и цена на получение этой власти велика. Небольшой пример. Представим, что в вашем городе нету ручек. Просто все ручки испарились и только у вас есть 20 ручек. Теперь всем нужна ручка. Со сколько вы готовы продать или отдать ручку? То есть вполне живая ситуация. Вот допустим, раз и все ручки испарились. Вопрос собственно и всем нужны ручки. Потому что всех должны писать, заполнять бумаги. То есть ручка это что-то нужное. И у тебя есть 20 ручек. Соответственно если никто больше ручки нужны, то понимаешь. Ты имеешь власть, ты имеешь ручки и всем они нужны. И вот как раз хотел с тобой обсудить. Ты согласен с моей теорией насчет? не ну это обычный спрос потребления. Но в принципе власть зачем тебе власть? Ну здесь на самом деле да я не спрашиваю зачем тебе власть в общем-то. Вопрос вопроса два. В какую сторону я должен использовать власть и вообще в общем стоит ли иметь такую власть. то есть понимаешь? Почему? Я думаю что немного такой власти тебе надо чтобы по крайней мере если у тебя ничего нету то вряд ли тебе люди такие существа что они обычно не очень хотят делиться по большинству своими. смотри все правильно но что значит немного власти твоя власть она поскольку состоит в каком-то стадии или денег или твои допустим я не знаю положение в обществе или не знаю ты там рок-певец или еще кто-то то твоя власть если ты не будешь как бы дальше продолжать свою карьеру в этой в эту сторону то она убывает вот я как бы отсюда у меня получается два вопроса если есть власть то вообще как бы стоит ее использовать и ну как бы в какую сторону ее стоит использовать или просто сказать мне не нужна никакая власть то есть на улицах масса людей у которых нет никакой в общем власти ну что у тебя там есть выборы если это можешь считать выборами да ты там один раз сходишь и больше как бы все хорошо ну насколько я понимаю и это в принципе я с этим согласен что если у тебя есть какая-то власть то и тебя это устраивает если тебя устраивает это власть тебя как бы подчиняет себе то бишь если ты зарабатываешь деньги вот то ты должен дальше как бы продолжать зарабатывать деньги иначе вот иначе твои деньги просто убудут но если если тебя этот стиль жизни не устраивает то во-первых почему ты вообще имеешь эти деньги вот ты просто не получишь эти деньги если тебя этот стиль не устраивает а если этот стиль жизни тебя устраивает зарабатывание денег то то ты должен просто продолжать дальше зарабатывать деньги а вот это вот классная классная идея о чем я тоже думал ты сказал если тебя такой стиль жизни не устраивает у тебя и не будет денег в принципе да вот и значит тогда получается так допустим возьмем пример вот мы здесь сидим и мы по сути себя ничего не представляем у нас нету денег у нас нету никакого социального статуса ну в смысле в обществе мы никакие мы не политики в общем мы толком из себя ничего не представляем ну и в общем скажем так я например доволен свою жизнь меня никто не трогает все тихо спокойно я учусь я рад теперь вопрос в те моменты когда вот например я прохожу мимо магазин и вижу новую ferrari а вот жаль что нету да вот денег чтобы купить подожди-ка тогда получается я сам рад тому что у меня ничего нету и теперь я жалуюсь потому что я не могу себе купить ferrari не но это уже давление общества потому что тебе общество те социальная система вот это все говорит что ferrari это круто не но я не знаю возьми какой другой пример мне например а ну хотя это конечно хорошее замечание но в моей ситуации допустим я не знаю мне нравится такая машина называется skyline вот она мне просто нравится по своим не только потому как она выглядит еще по своим параметрам как бы по описанию как она есть например если взять в канаде в канаде нету никаких skyline и собственно говоря если даже я куда-нибудь выехал это никакого бы статуса не показал что это мне деньги есть или я крутой или что-то в этом роде то есть я выбираю машину то что мне вот вот ну вот мне она нравится да хорошо то есть это с таким же успехом я мог сказать вообще запорожец да ну то есть принципе я жертва того что на самом деле я ничего не хочу сам по себе я на данной стадии не хочу а потом увидел очень красивое захотелось а а я это не могу достать потому что я до этого ничего не хотел то есть я пожимаю свои же плоды ну да ты ты в принципе должен ориентироваться на то типа если тебе нравятся дорогие машины то ты должен ориентироваться на деньги вот и ты должен свою ментальность свою жизнь строить вокруг денег но если ты начинаешь строить свою ментальность свою жизнь вокруг денег то то тогда тебе в принципе эта машина уже потом не так будет нравится пока по крайней мере не в том же самом смысле что она тебе сейчас нравится вот вот это называется и меч обоюдоострый да обоюдоострый ладно написали мы 33 минуты я надеюсь мы не сильно там запарили мозги небольшой философии жизненной ну в принципе я не знаю я считаю что все что все что вот это вот нравится и так далее это что не можешь получить то что тебе нравится это все как бы вина скажем так нет не то чтобы можно было бы присудить обществу так такие черты как вина общества что тебя совратила на это все делай или общество тебе не дает иметь эту машину но в принципе так и получается что общество тебя контролирует тебя ограничивает вот это все социальная система вот это государственная система но с другой стороны если виду социальной системы не было возможно не было бы этой дорогой машины не правда ли парадоксально но почему нет если бы представить мир в идеальном мире согласия где где все бы делали только кто-то бы разрабатывать машинка которого очень классная и потом вы продавали ее за те же деньги или это за деньги за которые она вот стоит что стоит ее произвести потому что эта машина по сути дела сам skyline он он стоит так дорого почему потому что это просто крутая машина это имя компании это это за кстати на самом деле нет ну что на самом деле нет если если бы они брали по стоимости производства машины вот и плюс там добавляли чтобы skyline это такой своеобразный эксклюзив например как пример ты знаешь между разницу между допустим honda и civic и аккордом то же самое не не особо ну вот например они в принципе скажем по вмещаемости людей ну может аккорд там не знаю на полчеловек или на человек больше да по по виду они в принципе но подумаешь у цивика другой дизайн вот но на самом деле если как бы откинуть все это дело то аккорд собирается из более качественных вещей и поэтому он стоит дороже да ну дороже насколько дороже ну это уже как бы мелочи но вот эти вот мелочи они все это все это собирает если бы не было вот это капиталистического как бы гонки за деньгами то тогда бы все ты в принципе мог бы себе тогда бы не было прогресса ваня моя теория да но но теоретически вот если так представишь все же все что до этого развивалась она осталась вот тут ты бы мог бы себе позволить от skyline и ты был бы счастлив дальше я я считаю что вообще в теории невозможно представить идеальный мир потому что каждый будет представлять по-своему так как ему будет греть до ты по и тогда в общем скажем так вектор они будут сходиться на одной точке вследствие нету 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 вот этот как говорится идеальный золотой середины до золотой середины идеального мира ладно наговорили мы уже ближе к 40 минутам думаю будем сворачиваться пишите комментарии вы сервак сайт там работают пока не на полную мощность если будут проблемы писать на сайт опять же сообщите мне я буду продолжать работать над всем этим мне там уже немного осталось ну и пожалуй я не знаю услышимся на следующей неделе ну все да до встречи пока